МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временные пункты вакцинации в торговых центрах Читы убрали из-за требований властей проверять QR-коды на входе. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края. Отмечается, что стационарные пункты вакцинации в поликлиниках продолжают работать в штатном режиме. Изначально QR-коды проверялись на входах в ТЦ, но потом проверку перенесли на кассы. Краевое управление Роспотребнадзора не единожды выступало за возвращение проверки на входы. Уголовное дело о взятках на 166 миллионов рублей и о отмывании денег бывшим заместителем начальника дорожной службы Забайкале Иваном Лисичниковым направили в Центральный районный суд Читы. Об этом сообщили в прислужбе краевой прокуратуры. Следственное управление СК России по Забайкальскому краю уточнили, что часть взятки на общую сумму 29 миллионов рублей он легализовал, заключив сделку о покупке магазина в центре Читы. Также незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 года угрозами он заставил владельца дорожной компании переписать на него долю в уставном капитале фирмы на сумму около 19 миллионов. Иван Лисичников обвиняется в получении взятки с вымогательством в особо крупном размере и легализации или отмывании денег тоже в особо крупном размере. После сообщений СМИ о нападении бездомной собаки на девочку в Ингадинском районе Читы проводится доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Забайкальскому краю. Следователи опросят пострадавшую девочку, ее родителей, а также возьмут объяснение с должностных лиц, которые обязаны обеспечивать безопасность жителей Читы. Бродячая собака напала на ребенка возле подъезда дома по адресу Красноярская, 32 в Чите. В декабре она же покусала другого ребенка.